Александр Николаевич Островский Пьеса «Свои люди сочтёмся» Краткое содержание Перед прослушиванием, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски, поставьте лайк и напишите комментарий. Приятного прослушивания! Пьесу «Свои люди сочтёмся» Островский написал в 1849 году. Первоначальными названиями комедии были «Несостоятельный должник» и «Банкрот». Пьеса написана в рамках реализма, художественное направление в русской литературе. В комедии Островский высмеивает купеческое московское общество того времени, обнажая бездуховность и бездушие людей, живущих по законам обмана. Действие первое Явление 1 Липочка сидит с книгой у окна и рассуждает о том, какое же приятное занятие танцы. Она получила всего 20 уроков. Сейчас же переживает, что полтора года не танцевала и может оконфузиться перед будущим мужем, пытается вспомнить движение. Явление 2 А графена Кондратьевна, увидев, что Липочка танцует, начинает сердиться. Девушка же возмущена, что ей приходится иногда краснеть за «отвратительные понятия» родителей, ведь они ничему не воспитаны. Липочки никак не могут найти жениха. Она огорчена, что «все подруги с мужьями давно, а я словно сирота какая». Отыскался вот один, так и тому отказали. Липочка угрожает матери, что назло родителям тайно обвенчается с каким-нибудь гусаром. Явление 3 К Большовым приходит сваха. Липочка и А графена спрашивают, когда уже им жених найдется. Устинья Наумовна отвечает, что с ними не скоро сообразишь. Отец просит жениха богатого, мать, беспременно купца, чтобы был жалованный, и лоб-то крестил бы по-старинному, а сама Липочка дворянина. Явление 6 и 7 Липочка не хочет, чтобы ее муж был купцом, как отец, потому что у купцов нет благородного обращения. Устинья Наумовна говорит о графене Кондратьевне, что отыскала им бриллиантового жениха, благородного человека, вельможу. Явление 8-10 Большов обсуждает с Рисположенским свои дела. Купец сильно задолжал кредиторам. Сысой Псоич советует ему объявить себя банкротом, заложить или продать лавки, переписать имущество на кого-то из чужих, например, на приказчика Большого о Лазаре Елизарыча. Большов соглашается, ведь он малый с понятием, да и капиталец есть. Рисположенский говорит, что после того, как они заложат дом, напишут «Реестрик» по 25 копеек за рубль и пойдут к кредиторам. Явление 11 Подхолюзин приносит объявления казенные, многие богатые купцы объявили себя банкротами. Явление 12 Подхолюзин уверяет Большого, что готов ему помочь выйти из трудного положения. Самсон Силыч обещает приказчику долю барыша. Лазарь отвечает, что ему кроме спокойствия Большого ничего не нужно, ведь и так должен за то, что Самсон взял его на работу еще мальчишкой. Действие 2 Явление 1-3 Лазарь размышляет о том, что в случае банкротства Большого ему придется, в проходном ряду пылью торговать, и нужно что-то придумать. Ему в голову приходит, что, хотя Олимпиада Самсоновна и образованная барышня, но без Приданова ее теперь никто не возьмет, поэтому стоит посвататься за нее самому. Явление 4-5 Рисположенский рассказывает Подхолюзину, что Большов обещал ему за устройство дел тысячу рублей и енотовую шубу. Лазарь обещает стряпчему две тысячи, но придется немного изменить планы. Явление 6-7 Подхолюзин просит Устинью Наумовну отказать жениху, которого она нашла для Олимпиады, его знакомый купец сильно влюблен в Олимпиаду. Единственная проблема — он неблагородного происхождения. Сваха рассуждает, что и сама Олимпиада не дворянка. Лазарь подтверждает, ну вот видите ли, за купцом то быть ей гораздо пристойнее. Подхолюзин обещает Устиньи Наумовне за эту услугу две тысячи рублей и соболью шубу. Явление 8-10 Подхолюзин заговаривает с Большовым об Олимпиаде, если женихи узнают, что у семьи долги, начнут по судам таскать. Лазарь советует пристроить до поры до времени Олимпиаду Самсоновну за хорошего человека и рассказывает, что благородный, сватавшийся за Олимпиаду, передумал и, видимо, узнал о состоянии дел Большова. Лазарь признается, что любит Олимпиаду. Большов решает, что Подхолюзин хорошая партия, а дочь, за кого велю, за того и пойдет. Действие третье. Явление 1-3 Большов, а графена Кондратьевна и наряженная липочка ожидают обещанного благородного жениха. Однако пришедшая Устинья Наумовна сообщает, что жених что-то мнется. Самсон Силыч говорит свахе больше не искать жениха, он сам найдет. Явление 4 Как только к Большовам приходит Лазарь, Самсон Силыч, немедля, сообщает, что Подхолюзин выбранный им жених. Липочка возмущенно говорит, что не пойдет, за такого противного. Большов насильно берет дочь за руку. А графена просит его опомниться, но он отвечает, на что ж я и отец, коли не приказывать. Даром что ли я ее кормил? Липочка возмущена, где это видано, чтобы воспитанные барышни выходили за своих работников. Большов приказывает ей замолчать, велю, так и за дворника выйдешь. Подхолюзин уверяет расстроенную а графену, что «вам зятя такого, который бы вас уважал, значит, старость ваш упокоил, а кроме меня, не найти тес». Явление 5 Наедине с Подхолюзином Липочка называет его необразованным дураком и наотрез отказывается выходить за него. Лазарь отвечает, что ни один благородный бесприданного ее замуж не возьмет, а отец ее банкрот, а дом и лавки переписал на него. Липочка удивлена, откуда Подхолюзин взял деньги, на что тот отвечает, у нас, слава богу, денег-то побольше, чем у какого благородного. Лазарь обещает Липочке, что она будет дома ходить в шелковых платьях, а не заведут орловских лошадей, он же будет ходить во фраке и остриженной помоде. Подумав, Липочка просит увезти ее из родительского дома. «Ах, если бы вы знали, Лазарь Елизарыч, какое мне житье здесь!» У маменьки семь пятниц на неделе, тятенька как не пьян, так молчит, а как пьян, так прибьет того и гляди. Каково это терпеть образованной барышне? Лазарь обещает, что они после свадьбы переедут в свой дом. Липочка же заключает, так смотрите же, Лазарь Елизарыч, мы будем жить сами по себе, а они сами по себе. Мы заведем все по моде, а они как хотят. Явление 6-8 Лазарь всем сообщает, что Липочка согласилась выйти за него замуж. Большов объявляет, что дом и лавки будут вместо приданого. Еще, из наличного отчитает, бери все, только нас со старухой корми да кредиторам заплати копеек по десяти. Подхалюзин подытоживает, свои люди, сочтемся. Действие 4 Явление 1 Меблированная гостиная в доме Подхалюзина Олимпиада Самсоновна одета в шелковую блузу последнего фасона, Лазарь в модном сюртуке. Они обсуждают, что нужно купить новую коляску, планируют поехать в Сокольники и в парк. Олимпиада по просьбе мужа говорит фразу на плохом французском, чем приводит его в восторг. Явление 2-3 Пришедший Устиний на умовне Олимпида хвастается количеством новых нарядов. Сваха просит у Лазаря обещанных денег. Подхалюзин дает только сто целковых, мало ли что я обещал. Я обещал с Ивана Великого прыгнуть, коли женюсь на Олимпиаде Самсоновне, так и прыгать. Расстроенная и возмущенная Устинья Наумовна обещает расславить их по всей Москве. Явление 4 К Подхалюзину приходят Аграфена Кондратьевна и Большов. Самсон рассказывает, что сидит в долговой яме и ему приходится по улице ходить с солдатом, на него мальчишки пальцами показывают. Липочка замечает, что ж, тятенька, сидят и лучше нас с вами. Большов говорит, что кредиторы просят по 25 копеек за рубль. Лазарь говорит, что это много и он может дать только по 10, у него нет денег. Большов возмущен, ведь он просит у них свое же добро. Олимпиада подтверждает, что больше 10 копеек они дать не могут. Расстроенный Большов говорит, что его могут сослать в Сибирь. Аграфена Кондратьевна начинает ругать Лазаря, но ее прерывает Олимпиада, обвиняя в сварливости. Дня не пройдет, чтобы не облаять кого-нибудь. Расстроенный Большов уходит ни с чем. Явление 5 За деньгами к Лазарю приходит Рисположенский, Подхалюзин дает ему только 5 целковых, хотя должен еще полторы тысячи. Лазарь считает, что за мошенничество ничего не должен. Возмущенный Рисположенский обещает пустить о Подхалюзине дурную славу, упечь в Сибирь. Подхалюзин обращается к публике, вы ему не верьте, это он, что говорил ось, это все врет. Ничего этого и не было. Это ему, должно быть, во сне приснилось. А вот мы магазинчик открываем, милости просим. Малого ребенка пришлете, а в луковицы не обочтем. И что в итоге? Подхалюзин Лазарь Елизарыч, из огромного долга Рисположенскому отдает только 5 целковых, сообщает о намерении открыть магазин. Большов Самсон Силыч, сидит в долговой яме, если заплатить часть долга, то его выпустят, просит у Подхалюзина денег, но зять и дочь отказывают, уходит ни с чем. Устинья Наумовна, получает от Подхалюзина только 100 целковых из обещанных двух тысяч, грозится, расславить, их по всей Москве. Рисположенский Сосой Псоич, возмущен тем, что Подхалюзин не отдал ему долг, обещает упечь его в Сибирь и рассказать о его махинациях. Заключение. В комедии «Свои люди, сочтемся», помимо морального оскудения московского купечества Островский затрагивает тему взаимоотношений отцов и детей, сравнивает старшее и молодое поколение. При этом старшее поколение еще сохраняет представление о человечности, а молодежь алчная, грубая и наглая, заботится лишь о наживе. Купец Самсон Силыч, не интересуясь мнением дочери, пытается провернуть удачную на первый взгляд аферу, выдает ее замуж за своего приказчика. Но Подхалюзин оказался его хорошим учеником не только в деле купеческом, но и в вопросе обманов, поэтому в итоге Большов оказывается ни с чем.